В Магаданской областной думе прошло заседание комитета по экономическому развитию, бюджетам и налогам на повестке дня, бюджет текущего года, а также на 2021 и 2022 годы. Дефицит областного бюджета составляет 3,2% налогового и неналогового дохода. В том числе, значит, у нас получилось, что налоговые и неналоговые доходы удалось увеличить на 2,7 миллиардов рублей и в целом они составят 28,8 миллиардов рублей. Рост факта 2020 года плюс 5,8 миллиардов рублей, текст 125%. Основной темой стало уточнение бюджета на текущий 2020 год. Ответственным моментом является расчет со всеми подрядчиками за выполненные работы. Это работы в рамках национальных проектов и региональных программ. По словам специалистов, год закрывается на достаточно позитивной основе. Дополнительно к тем плановым показателям, которые мы закладывали в бюджет 2020 года, мы добавляем почти 5,5 миллиарда рублей. Безусловно, это средства, они пойдут и в том числе на выплаты работников социально-бюджетной сферы, и в том числе на борьбу с ковидной ситуацией. Но самое главное, что подрядчики, те, которые работали, они практически полностью получат те денежные средства, которые они в рамках контрактных основ выполняли. Парламентарии отметили, что бюджет на 2021 год незначительно отличается от 2020 года. В течение следующего года еще предстоит работа с Министерством финансов, но основные показатели уже сверстаны. Мы говорим, что бюджет в основном социально ориентирован, потому что основная доля затраты предусмотрена на содержание объектов социально-бюджетной сферы. Это на первом месте у нас образование, здравоохранение, культура, спорт, меры дополнительной социальной поддержки. Депутаты Магаданской областной думы разделяют позицию принять и утвердить представленный бюджет, отметил Сергей Абрамов. На заседании отметили и бюджет особой экономической зоны, он же бюджет инвестиций и развития. В него входят в том числе строительство и модернизация жилищно-коммунального хозяйства. В отношении него около 600 миллионов рублей будут высвобождены из областного бюджета по итогам этого года и перейдут на следующий год. Около 1,4 миллиарда рублей пойдут в рамках реализации программы социально-экономического развития в условиях деятельности особой экономической зоны на 2021 год. Таким образом, необходимые финансовые инструменты у региона есть и достаточно весомые. Поэтому социально-бюджетная сфера в силах развиваться, утверждают специалисты.